здорово новый день новая серия инстаграм у меня мозаидели куда нужно зайти подписаться если вам нетрудно и так вкратце сегодня липкий драг рейсинг закрытие сезона официальные соревнования то есть сегодня кубок 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 они свободные заезды и как бы уже начинает подкрадываться та мысль что сезон заканчивается как минимум драга ну конечно вот и заезды в этом году будут официальные мероприятия уже все страшного а я выдвигаюсь туда организаторы как обычно драг 402 бай за что им огромнейшее спасибо за то что они делают такой огромнейший вклад в развитие белорусского драга в общем ездим туда снимаем что там будет ну что гольфика поставили на выставку мне дали браслетик как участнику выставки и принципе давайте пробежимся быстренько что здесь происходит вон там вот вдалеке там автозвук а я думаю сегодня не будет времени его показывать здесь небольшая выставка у нас автолоберий civic srt . такая беленькая бренд белый цветик прикольно хотят черный наверное я бы себе купил но не купил бы новые правы такая вот 36 сприттер 10 и занижение вся фигня красота с 2000 просто за то что она здесь существует и стоит тоже хорошо где ты шичка но такой 200с икс на расширении пошли америкосы которых я не знаю фордец такой вот это вот фиесточка фиесточку знаю вот такие вот большие аппараты и кстати смотрите что west coast customs был здесь вот это вот десуле какого размера сейчас я вам скажу и чтоб вы понимали это 305 на 30 26 диаметра поэтому атака лифтована иначе эти маркам бабы полный так конечно бак заранее это америкосы бы заценили эту движуху чисто не гостайл вот такие жигуляторы сиерочка бенского такая раскрашенная в наклеечках и вот даже дрифт пушки 40 и 36 на которой мы катали в школе в липках дороге и и тачка ломчика вроде уже на ходу все окей теперь вы поняли почему это все бмв под капотом там тоже бмв и вот такой мерседес не знаю может это и подкрашивался но вроде с большего процентов и 90 в оригинальном состоянии кайфовый так ну а я пойду что смотреть тренировки смотреть тренировки вот ребята на треничках вот они подъезжают старту кто-то лупит кто-то ломается куда не ломает посмотрим а ровки привет нормально как сам нормально в этот раз без паломочек до трех ночи вчера делал сегодня приехали правда на входе потекла соляра короче блин вообще я не знаю как это хорошо но было двенадцати пять сейчас ну еще не зацепляюсь я думаю что 4 12 5 главная что своим ходом уехала вы только посмотрите какие красивые красивые автомобили ребята здесь стоят здорово всем как дела фиг мы что услышим из-за этой пердожки ну короче удачи и чтоб своим ходом всегда приехала и уехала вот такая штука здесь сегодня приехала ничего летом с ней слышно не будет но это 33 skyline какой-то лютый но без парашюта как минимум но я думаю судя по звуку он валит просто пипец что-то пошло не так явно а роса молочинка обогнала перегнала вот эти вот кубки вот так много их сегодня будут раздавать победителям тут и командные зачеты и мото конкуренция и драга рейсинг и google кубок 402 и так далее и тому подобное короче много 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 всяких номинаций более того много всяких классов то есть там класс до 13 секунд до 12 секунд до 14 секунд вас передний привод вас полный привод по задний привод по самим и так далее это отдельная номинации все это отдельные награды по временам которые я сегодня пропустил данник примерно проехал 10 5 игорь петрукович проехал примерно 10 и 2 если что данник это его 6 а петрукович игорь это гольф 4 3 и 2 dsg turbo уточнил почему gtr сейчас не поехал ты как должен был поехал на заднем приводе короче есть нюансы галеровских коробки там есть вакуум который накачивает искать привод то есть машина может быть как сзади приводом так и полноприводный и в данном случае он просто не накатал полный привод и поехал на заднем я так понял но там было все хорошо просто он даже решил дальше ехать потому что уже не пошло вот и гена шелест приехал на 34 ст и дизельной а вот и лучшее время сегодняшнего дня 9 и 7 миллион лёлик строю и лёлик не поломался и это супер но что я жду от него очень крутых времен сегодня и горючих юра коваль 9 на супе своей сегодня выступает она тоже не может не радовать и порядок а а и 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 п и и и и что Максим и Даник помогают ему, потому что это их друг, он приехал из России и Максим с Даником как бы взяли человека под свое крыло и помогают ему здесь сегодня как его команда. Ну неплохо, но если что этот автомобиль может лучше, сейчас там Даник его поднастроить и все будет окей. Так, на старте Даник, ушераздирающий выхлоп, ах, здесь сегодня выхлоп у него из капота, если что. А это значит, что за ним можно стоять и снимать, потому что когда он был назад, у него прямоток это просто лепесток. Как видите, все далеко не стабильно, то 10,3, то 12, поэтому ну вот такой вот мотоспорт. На старте постоянная заруба Ароса, передний привод, Ибица полный привод, постоянно ребята рубятся на чемпионатах и в принципе постоянно Ароса первая. Как правило, вот сейчас посмотрим. Ну хотя это все квалификация, поэтому пока это надо поговорить. Давай, 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 давай. Ау, ха-ха-ха. Мерседес сказали, на стейдж 3 вроде даже, и Порше немножко. Он наконец-то Порше поехал. Ого. Ага. Ну что, еще дизельная квалификационная заруба. Не, 34. Вольф 4. Ого. Ха-ха. Новый личный рекорд Игорька, насколько я понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Глаз из ДАС. Просто размоталась термолента на выхлопе. Да прикиньте, это на скорости где-нибудь ближе к пустам моталось бы на колесо, и непонятно, чем бы это могло закончиться. Хорошо, что ребята заметили. Лексус на Джее и вот такой Мерседес. Реально прикольно видеть такую тачку представительского класса на драге, и которая еще и лупит посерьезно. С каждым разом время все лучше и лучше. Ну и на этом квалификация все. В принципе, сейчас перерыв, и позже будут уже заезды, так сказать, на выбывание, на результат. И я не знаю, почему в тренировках я не видел вот эту машину на квалификации. Ну, наверное, она катала в начале. Но как бы, глядите, что? Тайкан, который уже идет электро, уже идет на расширителях, лифтованный. Прикольно. Вживую вижу первый раз. Пакет плохих дорог, как говорится. А сейчас проходит парад участников. Ну что, пошли гонки. И пошли гонки, и идем снимать заезд лево, против, не знаю, у кого. Лево и Суба нормальное мясо будет. И вот такой прикол, что Юра мог проехать 10,3, но проехал 12+. Как-то так. На старте GTR и Porsche 9 FM. Citroën из Латвии и Aroza белорусская, дизельная. Ауф! Ха-ха-ха! В шесть тысячных всего лишь привезла Aroza к Citroën, и это победа. Короче, классы опять все поменялись. Я уже запутался. Выезжают две полноприводных машины. Может быть, это Анлип, может быть, это АВД. Но на старте Суба, 9-0, Юра Коваль и Лёлик. Тоже будет сильная заруба. Если у Юры все получится, он должен ехать низкие 10. Но Лёлик сегодня выезжал из 10, даже 9,5 показал. Поэтому будет сильно. Ну а теперь самый злой заезд в Лёлик и GTR. Но я думаю, если Лёлик поедет стабильно, его победа будет однозначно. Хотя, в последний раз он проехал 10,3. Ну что, это будет самый лютый заезд, явно. Sky'чик, Sky'чик первый. Заезд за третье место. Porsche и Subaru. Класс, полный привод. Дизельная Ибица и Ярис бензиновый. Turbo Turbo. Здесь сил, наверное, до 200. Я думаю, до 150. Может, что-то насыпали. Тут не знаю. 200 плюс должно быть. А как оно все едет, сейчас узнаем. И ездите. Что-то Кракен Моторспорт сегодня не поехал. Ну что, у нас классическая заруба, эва и суба. Конечно же, это не стоковые автомобили, но все же. Как старые добрые. Не, все нормально, своим ходом уезжает. Вот такой вот заезд у нас сегодня. Лёлик поломался. Вот так вот. Сила динозавров и новые технологии. Да, ё-моё. Переволновался, переборщевал. А ведь мог. Потому что X едет не сильно-то и быстро, я бы сказал. Да, мог бы выйти. Мог бы марчок сделать. Много выклопов, много звука. И без выклопов и без звука. Но Audi очень сильная, поэтому неизвестно. Можно что-то скажу. Ну что, заруба, как на прошлом этапе, M5 и Evo. Довольно-таки интересно. Машины примерно с равными временами, поэтому заруба будет серьезная. Но Данику, конечно, сложнее. Потому что у Даника механика. Даника механика. Про что я и говорил, Данику сложнее, у него механика. Здесь 84 кросс-туризм. Ну что, на старте Тайкан кросс-туризм. Не знаю, как вы, лично я. И Evo. Не знаю, ехал ли в полную педаль Porsche, но сегодня какой-то день, где интересные машины не показывают хорошие времена, к сожалению. Ну, не все, конечно, но у многих косяки. Ну что, Sky или Porsche, ребята? Ну что, Юра Девинол с Додж Нионом едет? Ну там был фальстарт. Очень тяжелый заезд для Додж Ниона будет с дедушкой на 9FM. Ну, удачи, обоим. Ну что, на старт подъезжает Skyline, который еще никому не проигрывал. Несерьезный соперник Юра его на Subaru. Как я и говорил, Юра поедет или 10,5, или 12,5. Тут уже как у него пойдет. А вот Sky сегодня стабильно пуляет всем. Не проиграл еще ни разу. Ну что, интересный заезд. Ибица против Bentley V12. Точнее, W12 все-таки. Bentley вроде как ехал 12+. Примерно то же самое время едет Ибица. И еще один интересный заезд для меня. Это М5 Competition против Taycan. Бензин против электричества. Или Taycan. И на старт, наконец, подъезжает Игорек Петрукович. И ездит он тоже с М5. Все как на прошлом этапе. Как бы и там, и там автомат у нас. Но все же более стабильная машина это М5 явно. Главное, чтобы Игорек не передержал. Походу, Гольф дернулся немного на старте. Поэтому записал, что фольк-фольк-старт. Непонятно. 9.5 было и 9.4. Не, однозначно. У него 60 футов не может быть. 9.42. Но здесь нету результата. Не, это перезаезд. Короче, вышел обоюдный фольк-старт. Телеметрия по левой дорожке не сработала. Сейчас будет перезаезд. Давай, 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 давай. Здорово. Здорово. АЕС. У-ху. Красавчик. Что еще очень интересный заезд. Тайкан, но уже не кросс. Тот, который лупит 10.5 даже быстрее. И скайлайнчик, который еще сегодня никому не проигрывал. Поэтому желаем ему продолжать дальше, потому что нужно лететь вперед. Как можно видеть, фольк-старта вроде бы и не было, но светофор заругался. Короче, что-то не то. Это не фольк-старта, фольк-старта не было. Он стоял. Он стоял. Я по этому и смотрю. Заезд за счет? Да. Короче, сейчас много пересмотрели видосов. Видно, что Тайкан стартует раньше, чем Sky. Фольк-старта у Sky реально не было. Вот. И как бы сейчас просто... Не было фольк-старта. Не было фольк-старта. Сейчас банально спрашивают... Это все ложь. Ложь. Сейчас у Тайканчика спрашивают, если он признает, что он проиграл, то все. Если нет, то перезаезд. Чтоб все по чесноку было. Чтоб потом не было разговоров за спиной. Ну что, Тайкан ничего не знает. Я ни Айхата, ни моя. Поэтому перезаезд. Ну что, давай, Skyline, докажи еще раз, что ты первый. Вопросов ноль. Один шип, блин, все равно говно, а 10-144 проехал. А 60 сутов нету опять. Очень серьезный заезд сегодня. Skyline против Игоря Петруковича. Наверное, самый интересный заезд сегодняшнего дня будет. Почему-то Sky нормально не прогрел резину. Короче, Sky вроде как не может греться второй раз. Не знаю, с чем это связано. Ну, это прям честное, честное, честное. Серьезная борьба была. Очень круто. Чистое время Sky 10-08. И это без второго прогрева было. Сейчас бы прогрелся, уже было бы 1,5. Это подвес прошло. Бля. Лексус С200, но не 200, он на Jay Z8. И BMW, в которой я не знаю, честно говоря, что. На старте вот такая красивая BMW, свеженькая. Игена Шелест на Е34 дизельный. Ну и что, еще один мясной заезд. Это Даник, Наева и Тайкан. Против 5-й номер. Ну вот и что это за херня с телеметрией. Короче, есть подозрение, что когда машины ланчуют, у них начинает трястись бампер. И за счет этого где-то может быть номерная рамка телеметрии пересекает. И за счет этого фальстарт. Поэтому такие нюансы. Короче, как только загорается вторая лампочка, надо тормозить сразу же и все, близко не подъезжать. А что такое? Нервишки, наверное, на предель, у ребят, максимально сейчас. Владелец Тайкана правильно подметил, говорит, что-то вы меня вот мучите непонятное. Зацените за то, какие у Porsche тормоза. Просто шедевр. Красота. Ну что, еще интересный заезд. М5 Competition, where is Subaru WRX STI, назовем ее так. Вообще, это не стиха нифига, но это круче, чем любая стиха. Чего? Короче, два фальстарта. Первый фальстарту BMW, потом сразу и Коваль дернулся. Но по итогу Коваль и напихал по времени. И первый фальстарту BMW, Коваль проходит дальше. И опять интереснейший заезд. Гольф 4 и М5 Competition. Так, надеемся, сейчас по технической части все будет окей. Перезаезд Даника и Тайкана. Давай, давай, Даник. Мы за старые корчи. Ну что, заезд класса, назову его задний привод, потому что заднеприводная праворульная марджерная и Е34. Ну что, заезды на заднем приводе, как правило, у нас связаны с какими-нибудь... Прикольно, очень неожиданно, но Марк догнал и обогнал. До последнего, я думал, BMW уже уйдет. Не, нифига. Но у Марка очень крутой, и 100-200, он потом как попер, видно, и все. Так, приехала и Битца дизельная, и Ситрик, но Ситрик что-то потек. Прогрел реже и потек. Потек, Бенц. Пилоты из Беларуси, Литвы, Латвии и России. Ситроен берет 5 минут на устранение неполадок. Сеат ждет 5 минут Ситроена, пока заезд других автомобилей делаем. Пока на старте Доршнион и Пежо. Пежо вчера каталась в Барановичах, показывала хорошие времена. Низкие 13 секунд ездит он. В общем, Бибица ездит одна у Ситраена всех сходов. Бензи W12, Тайкан Кросс, турбо. Но не турбо С. С-класс у нас на старте. Говорят кто-то, что это С-500, тут гадит С-63, неизвестно мне точно. И Ауди, вот такая вот бочечка купе. В общем, два фальстарта, перезаезд. Да, один фальстарт, все, Ауди проиграла. Тайника вышел плохой старт. Дизельный Туарег, дизельная Ебица. Двенадцать восемь. С днем рождения Дюйм-тачек, короче. Я уже не удивлен, не видел. Он все спалил. Дал мне подержать дипломы. У нас победители ретро номинации. Это Запорожец, W123 и Джеймс Пеппорт на Форд Фиеста. Тюнин, чтобы вы понимали, никакой треки нету. Стоит рядом Юра. Я говорю, Юра, помоги, пожалуйста, подержи дипломы. Он считает. Моясинка Юра, автомобиль Гольф 2. Прошу установить третье место. Как-то так. Это желтенький такой Гольфик. Сейчас мы увидим в городе. И на старте Порше, и Даник на Эва 6. Справа самый молодой участник наших соревнований. Стал забрать силикон и вовремя вернулся за силикончик. Спасибо еще раз огромное. Тут как раз на старте Гольф 4 и опять компетишн. Поэтому сейчас будет леска. Фальстарт. И еще фальстарт. Момент номер 33. Фасан Лимп Спорт 9,7 заезд за первое место. Порше и Е5. Еще немножко заездов остается на сегодня. Это М5 Компетишн и Данил. Теперь он будет бороться с серебристой. Или серой. Все-таки она матовая. Серая М5 Компетишн. Даник сегодня М5 не вывозит. Но мы-то знаем, что он может. На этом заезду все. Награждение пошло. Снимать награждение не буду. И так уже серия очень длинная. Просто пофоткану тебя, ребята из Ракши. Всем спасибо, кто был с нами. До скорых встреч. Пока. И в Instagram Mosaic Daily подписывайтесь. Все, счастливо.